Дошкольные учреждения тоже готовятся к новому учебному году. В среду приемочная комиссия посетила детский сад номер один в московском микрорайоне. Здание построено сравнительно недавно, потому серьезных проблем с его подготовкой не возникло. Но кое-что все равно пришлось дооснастить. Они поставили дополнительные противопожарные двери. У них было предписание перенести батареи в соответствии с нормами. Поэтому к началу этого учебного года они это выполнили. В составе комиссии – сотрудники администрации, госпожнодзора, Росгвардии и полиции. Важно ничего не упустить, ведь место, где находятся дети, должно быть максимально безопасным. По поводу тревожной сигнализации. Проверяется ли работоспособность? Да, проверяется. И какая периодичность? Периодичность? Каждый, ежедневно. Ежедневно. Сегодня проверяли? Да, сегодня 8.15 прошла проверка кнопочки. В смысле, не брелка окна. Хорошо. Давайте еще раз проверим, чтобы проверить. Здравствуйте. Детский сад номер один. Московский микрорайон ном 7. Нам бы проверить кнопочку. Спасибо. 12-й прошел сигнал. Очень хорошо. Не забудьте записать, что значит. Так, и второй вопрос. По антитеррористической защищенности ограждения у вас полностью? Полностью. То есть нигде, никаких проектов? Очень хорошо. Проверка всех помещений на соответствие требованиям занимает не один час. Сотрудникам МЧС нужно не просто проверить наличие огнетушителей, но и всю сопутствующую документацию. Мы в журналы должны вносить огнетушителей, пронумерацию. На них надо. Желательно белой краской. Сейчас этого требования нет, но желательно. Везде у вас стать 73. То есть у меня, по идее, это 30 номераций? Да. Пронумеруйте, вы правильно. Желательно. На будущее вам будет удобно. Внутренней проверкой комиссия не ограничивается. Специалисты администрации смотрят, благоустроена ли территория сада, подъездные пути к нему и прогулочная площадка. Всего в областном центре 123 детских сада. Каждый до августа нужно проверить. Только после положительного заключения всех членов комиссии дошкольное учреждение сможет начать работу в сентябре. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.